МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача «Городская среда» с вами Тимур Туманов. Сегодня у меня в гостях Аделина Джафарова. Аделина, здравствуйте! Здравствуйте! Или, как я обычно говорю, мое почтение. Чтобы долго слишком вас не представлять, коротко о себе. Ну, меня зовут Аделина Джафарова, мне 15 лет. Я из города Альметьевск. Я занимаюсь вокалом и играю на фортепиано. Научилась недавно играть на гитаре. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. А также учница класса эстрадного вокала Маргариты Незамовой. Ну, чтобы уточнить, все-таки Аделина джазовая вокалистка. Вот, и это очень важно. Сегодня поговорим о джазе. Ну, и как самое недавнее событие, это конкурс «Созвездие». Мы недавно беседовали с Максимом Апраксиным. И он, конечно, рассказал со своей части, то есть с хореографической, с танцевальной. А что по вокалу? Сложно. Все очень сложно. У меня в этом году вообще на «Созвездии» был провал в зональном этапе. На зональном. Я получила спецприз. И после этого, выражусь так, мне дали пинок. Сильный. И уже придя в Казань, я смогла получить первое место, выучив две новые песни за очень короткое время. Какие это были песни? Песня американских бомбардировщиков. И еще джазовая песня «Don't Need a Thing». Вот. Ну, так как я вообще, наше знакомство началось с того, что я услышал в вашем исполнении песню Рэй Чарльза «Джорджи, он мой майнд». И потом вы же повторили на большом фестивале в Альметьевске, который прошел зимой прошлого года. Вообще, то есть, репертуар со временем расширяется, растет. Какие это песни? Если это была Элла Фиджеральд и Рэй Чарльза, то теперь это какие исполнители? Это Джеймс, а Рэта Франклин. Ну, конечно, она раньше была, но я все еще слушаю ее песни и пытаюсь найти что-то новое для своего репертуара. И нахожу. Но в основном сейчас Эдта Джеймс идет. И Дженнифер Хадсон, и ее песня «I'm changing». Это моя самая любимая песня, которую в дальнейшем я собираюсь учить. Она одна из самых сложных из моего репертуара. Вот когда вы говорите, что надо учить, надо учить. Те, кто не в курсе, люди не с ведущими, что же учить? Прочитал, спел, все нормально. Что значит учить песню? Ну... Кроме текста. Кроме текста. Наверное, музыку обязательно. Естественно, музыку надо выучить. В первую очередь. Я всегда учу в первую очередь музыку. Мне текст пока не очень важен. Но в дальнейшем я начинаю переводить текст, чтобы понять смысл песни. А далее уже добавлять свои изюминки и учить это все. Конечно, не всегда идеально на сцене. То, что я выучила, я пою. Но я больше импровизирую на сцене. Но в основном, как я выучила, так и пою. Если правильно выразилось. Все отлично. Ну и раз уж мы сегодня говорим о джазе, не могу не вспомнить, что был такой фильм «В джазе только девушки». Да. Вот у меня отсюда вопрос. Переначим. В джазе только девушки? Нет. Нет. В наше время и вообще в 20 веке были и мужчины. Очень много. Мне даже больше нравится, как они поют, честно говоря. То есть Рэй Чарльз, Фрэнк Синатра. Одни мои из самых любимых исполнителей джазовых. И я считаю, что вообще любые, ну, как раз-то и мужчины, и женщины имеют право петь джаз. И могут. Я хотела сказать о том, что в наше время и в 20 веке тоже мужчины и женщины пели джаз. И так и будет еще. Поэтому в джазе не только девушки. Вот. Мужчины тоже. Вот. Ну, собственно говоря, я почему спрашиваю? Потому что в составе оркестра джазового именно нашего городского очень много девушек и женщин. Ну, если мы просто пойдем как раз по вашей стороне и будем считать от вокалистов. Это две вокалистки. Да. И очень много духовиков. Да. Саксисток, в частности. Как? Легче в таком смешанном ансамбле работать, когда и женщины есть тоже? Да, естественно. Каждый отдается частичку себя. Каждый разный. Вот. И... Ну, насчет вокалистов. Почему у нас только девушки? Вот. Потому что мальчиков в нашем городе поющих джаза нет почти. Вот. То есть не... Я никогда не видела в нашем валютиске, чтобы пели джаз именно как джазовые вокалисты. Как Фрэнк Синатра там. Я понимаю, что так петь невозможно почти, потому что он единственный... Фрэнк Синатра мне единственный, кто так поет. Луи Амстронг тоже. Вот. Но я не видела, чтобы пели джаз мальчики вообще в нашем городе. Я, кстати, тоже. Ну, у меня тогда такой вопрос. Когда мы говорили с Максимом Апраксиным, он говорил, что вот как раз для развития какого-то элемента культуры нужна конкурентная среда. Да. Вот и, кстати говоря, здесь тоже можно так повернуть, что конкурировать еще и с парнями было бы как интереснее? Естественно, интереснее. На некоторых конкурсах там подразделяют, например, средняя группа мальчики, средняя группа девочки. И нам приходится... Я как раз-то со звезды делал дозлок. И мне приходится с девочками соревноваться. Но когда я перейду в старшую группу, то я буду соревноваться и с мальчиками. То есть там смешанное? Да, там смешанное уже идет. Как интереснее, как лучше, как легче выступать? В составе оркестра или как-то плюс-минус сольно? То есть количество инструментов на аккомпанементе, чтобы было по минимуму? Я и в ансамбле еще есть, и в оркестре выступаю, с оркестром выступаю, и сольно. И хочу сказать, что легче всего мне выступать сольно. Намного легче. Потому что если один накосячит, то все, уже весь, можно сказать, оркестр накосячит тоже. И так же с ансамблем. То есть в группе выступать мне намного сложнее. А сольно накосячишь ты, ты и виновата, как бы, и никто другой. Вот, и все. То есть выступать сольно намного легче мне. Ну, еще немножко о конкурсах и фестивалях. Вспоминая как раз, ну, у нас джазовая школа, в основном, это американская школа. И у них там индустрия построена совершенно по-другому даже. Не немножко по-другому, а совершенно по-другому. И когда у нас, читаешь на биографии какого-нибудь музыканта, ну, вообще любого артиста, человека искусства, и у него обязательно проскользнет, что он лауреат вот такого конкурса, вот такого, вот такого, вот такого. Когда читаешь биографию какого-нибудь американского исполнителя, ну, артиста, опять же, там будет количество проданных дисков, например, что-то вот такое. То есть вообще вот эти конкурсы и фестивали вот в наших реалиях, они как нужны, востребованы? Конечно. Вообще конкурс для меня это опыт, как и для всех учащихся, конкурсантов. Это опыт, огромный опыт. Конкурсы бывают разные, от них ты получаешь новые знания. Конечно, о джазе я очень мало с конкурсов беру, потому что не со всех, ну, малое количество конкурсов, которые именно продвигают джаз, они есть, но мало. И мне приходится самой как-то его изучать. Вообще это все импровизация, кровь. Вот у меня, я сама такая с детства, то есть я люблю джаз, не все подростки любят его, не многие понимают, точнее, даже взрослые некоторые. Вот. И меня мама приучила к этому, поэтому я сама как-то разбираюсь и от конкурсов беру. И они обязательно нужны. То есть это опыт. Новая сцена – это что-то другое, новые переживания, новые эмоции. Это всегда очень интересно. Новые проекты какие-либо. Вот. Вот это очень интересно, и от этого получаешь много опыта. Вот, кстати, о музыкальных пристрастиях современной молодежи. То есть джаз был раньше популярной музыкой. Да. Ну, обобщенно, что называется, поп-музыка. Да, понятно, что это отдельный жанр, но все-таки входил в популярную музыку, которую услышали очень широко. Теперь, теперь нет. То есть как бы теперь отдельного жанра популярной музыки. Есть, но на английском звучит трехэтажный, язык сломаешь. Да. Вообще, как сверстники? У вас есть как-то вот в этом культурном поле какой-то диалог? Ну, немногие знают, что я пою именно джаз. Многие знают, что я пою, но некоторые, ну, многие не знают, что джаз. Знают только близкий круг друзей, и они к этому относятся нормально, но они никогда его не слышали, впрочем. Есть ребята, которые учились со мной в музыкальной школе, с которыми я все еще общаюсь, и они знают, что это такое, насколько это тяжело. Вот. И они к этому относятся отлично, потому что они сами певцы. И, кстати, у певцов, в отличие от людей, которые не занимаются музыкой, слишком, ну, разные вкусы. Абсолютно. Я, у меня очень много друзей, и у них рэп больше, ну, они больше любят рэп, новые песни, ну, современные песни, английских каких-то, исполнительных, которые, ну, неизвестны нашим взрослым. То есть, более взрослые. И у меня, например, друзья недавно шли на концерт Алены Швец, Бульвара Депо. Это такие, знаете, рэповые исполнители, которые больше сейчас известны среди молодежи. Бульвара Депо, по-моему, из Башкирии, я не путаю. Не знаю, честно говоря. Или из Уфы? Да, вроде так. Потому что очень много рэперов из Уфы. Вот. И мат. Опять же, мат. Ну да, в джазе такого нет, да. Я очень меломан, я все слушаю. Поэтому мне приходится слушать Бульвара Депо иногда, и Алену Швец. Я люблю Алену Швец. Она такая, знаете, другая какая-то, своеобразная. Вот. И многих других исполнителей. Но я также люблю джаз. И вот старые песни, рок. Вот Элвиса Пресли. Это просто до дрожи меня прям доводит. Серьезно. Я хочу сказать, что, вот, например, говорят же иногда, вот, точнее, меня иногда осуждают за мой вкус. Мои же сверстники. Осуждают за вкус? За вкус в музыке. Потому что я слушаю не те песни, которые слушают они. Иногда я, как бы, я очень часто сталкиваюсь с этим. И всегда им говорю о том, что у каждого человека есть вкус в песне. Просто каждому нравится свое. Я меломан, я слушаю все. И вот раньше меня осуждали. А сейчас как-то я пристроилась к ним. И мы продолжим наш диалог после рекламы. И мы вернулись в наши короткие рекламные паузы. И продолжаем. Мы остановились на том, обсуждали актуальность музыки современной, актуальность музыки классической сейчас. И джаз, ну, который со словами, естественно, которые песни, все-таки зависит от языка. Очень. На каком языке говорит джаз сейчас? Сейчас. Ну, раньше я думала, что только на английском в основном. Потому что мне нравилось, как это звучит. Сейчас же на всех языках. Я слушала столько джазовых, татарских песен. Вот сейчас даже на татарском поют джаз, да. И на других языках разных абсолютно. Не только на английском, на итальянском я слышала, на испанском. Вот разные языки. Каждый звучит по-разному абсолютно. Как будто не джаз. Какой-то другой новый жанр. И на данный момент, да, сейчас очень много языков, на которых, ну, поют джаз. Которые поют джаз. Мне, конечно, сейчас неловко просить, но я же сказал, что мы будем импровизировать. Вы не могли бы показать зрителям, как звучит джаз на татарском? На татарском? Ой, нет, честно говоря, нет. Потому что я слышала только, но не пыталась петь. У меня с татарским очень большие проблемы. У меня английская речь, то есть я даже на русском петь хорошо не могу. Потому что у меня все время английские буквы. А вот это все, речитатив такой вот. То есть очень сложно петь на татарском. Мне, по крайней мере. Честно говоря, я бы сам хотел услышать, как звучит джаз на татарском. Потому что татарскую оперу мне послушать довелось, а вот джаз на татарском еще не доводилось. И если мы зашли в стезю голоса, вот человек, который слышит ваш голос, но не видит вас лично. Бывало такое часто, что по голосу вообще давали больше лет, чем есть? Потому что, честно говоря, встречал мало людей, которым 15 лет, у которых такой голос. Мне и по внешности давали, лет 20 дают. Ну, по голосу да. Очень часто дают больше, чем мне на самом деле. Один раз ко мне подошли и спросили, а сколько тебе лет? Ну, сначала спросили, какой у тебя прекрасный голос, сколько тебе лет? Я говорю, мне на тот момент было 13. И они говорят, что? Мы думали, тебе 20? Вот, и со сцены не видели, близко так вот, и не могли сказать, сколько мне лет. И очень часто дают возраст не тот, который у меня вообще есть. То есть мне сейчас 15, а мне дают лет 18, вот так вот 19. По голосу. Ну, это вообще смущает, не смущает. Потому что, ну, мы помним, да, что у нас есть в обществе такой стереотип, что все женщины, девушки, девочки в любом возрасте комплексуют по поводу своего возраста и всегда хотят казаться моложе. Нет, я никогда не комплексовала насчет этого. У меня, я, знаете, привычка такая, ну, я уже слышу, и меня уже как-то, ну, я это не воспринимаю всерьез, вот, потому что это не так важно, но с этим очень сложно, потому что иногда, например, на какие-то проекты тебя не могут взять, потому что, например, среди детей ты будешь как женщина 20, ну, девушка 20 лет, вот, серьезно. У меня такое было, я была на голосе дети, кастинге, и в отличие от остальных мой голос был совершенно другим. И я, и внешность была совершенно другая. Я была очень, ну, я была старше своего возраста, правда, мне 14, и я выглядела лет на 20. И, может быть, из-за этого я не смогла попасть дальше. Вот, потому что очень сложно было, вот. Чуть-чуть, дискриминация какую-то попахивает. Но, на самом деле, это шоу, голос, я это сразу узнала, вот. И поэтому, когда мне сказали, мне вообще друзья, которые там были, я познакомилась со многими очень людьми, и с ребятами, и они сказали, что я не выгляжу лет на 14, вот. Я выглядела старше их на 2-3-4 года, и даже взрослые мне говорили, подходили, типа, что ты тут делаешь, ты слишком постарше выглядишь, вот. И, может быть, из-за этого как раз-то и не взяли. Потому что, если бы я соревновалась среди детей, то было бы очень сложно выбрать. Да, нечестно в этом плане, да. А тогда, давайте с другой стороны посмотрим. Не было никогда желания так спухлевать чуть-чуть, и, наоборот, заявиться в более возрастную категорию? Ну, если это, конечно, возможно. Это непонятно, что мы это допускаем просто. Нет, наоборот. Я хотела бы, чтобы я была помладше. Даже вот сейчас, мне раньше говорили, типа, вау, ты что, год занимаешься, два года? Сейчас я уже шестой год пошел, что-то вот как-то даже не похвастаешься этим. То есть, как-то, с младшими неинтересно, а со старшими опасно? Да нет, зачем, я бы не сказала бы. На созвездии я очень даже готова к старшей группе. То есть, на следующий год, возможно, я уже перейду, если возрастная категория мне уже 16 будет. И если у меня получится, я перейду в старшую группу. И я бы не сказала, что это опасно в плане... В старшей группе я слышала очень много людей, которые, ну, пели не хуже, чем я. И то есть, я могу сказать, что я готова к старшей группе. Вот. А вот к младшей, да, с ними уже неинтересно соревноваться. Чего-то новенького хочется. То есть, в старшей группе от 16 до бесконечности? Нет. Ну, на созвездии вообще есть бизнес-заман. Это то же самое созвездие, и там уже постарше люди. А так с 16 до 21. Вот. Ну, и еще один момент. Вот всегда, всегда охота спросить у человека, особенно у творческого, у кого он учился. Ну, понятное дело, что если человек ходит в какие-то учебные заведения, у него там есть педагоги, с этим никто не спорит. Но какие-то, может быть, у художников это какие-то художники, которым поначалу он подорожал в стиле, в манере. Опять же, у музыкантов это какие-то исполнители. Вот кого бы вы, например, из каких-то известных музыкантов могли бы назвать действительно своим учителем? Вообще, я училась 10 дней. Я была в Турции, в школе Леонида Агутина. И там я познакомилась с замечательным человеком Мария Мирабовой. Она участвовала на «Голосе». Это просто прекрасный человек, сама по себе очень добрая личность и понимающая. И я училась у нее, брала несколько индивидуальных уроков. На нее я равнялась и по песне «Джорджио, ма майн». А также я, наверное, это Джеймс. Мне нравятся ее манеры исполнения. Это, наверное, сейчас человек, который является для меня примером в джазовом жанре. Ну, преподаватель, естественно, Маргарита Низамова, потому что она мне дала базу. И я хочу стать педагогом также по вокалу. Когда вырасту, поступлю в ГИТИС и стать педагогом по вокалу. И именно она меня научила разбираться в музыке. Вот. Вот, наверное, все. Редко услышишь от яркого сольного исполнителя, что он хочет стать педагогом по вокалу. Обычно все мечтают о большой, шикарной музыкальной карьере. Я мечтаю. Я даже хочу выпустить свою песню. У меня есть отрывок. Точнее, не отрывок. У меня вся песня готовая. Просто она, опять же, для подростков. В стиле Алены Швец. Вот в таком стиле. К сожалению, я не могу придумывать английские песни. Для меня это пока сложно. Но я очень хочу придумать английскую песню. Можете исполнить? Какую-нибудь небольшую. Давайте. Но она, опять же, говорю, современная и про любовь. Хотя... Словно снежинка ты упал на ладонь мою, я тебя не хочу отпускать. Просыпаюсь я тебе, я думаю, и мне пора с этим уже завязывать. Вот. То есть это припев. Я его придумала еще год назад. Но так получилось, что только недавно придумала целиком песню. Вот. И то есть и когда мы можем это послушать? Пока думаю, пока собираюсь потихоньку. Хочу минусовку записать сначала, чтобы придумали мне ее. Ну, я уже знаю, как она должна выглядеть. Вот. А в дальнейшем записать. Но это будет не быстро. Я знаю, что все певцы, они очень долго над этим работают. Это я понимаю. И, наверное, это пока только в будущем. Эти планы в будущем только пока что. Ну, и... Хотя не принято вообще спрашивать о творческих планах, но мы эту тему все равно затронули. Ну, я могу только пожелать, конечно, успехов. И все-таки немножко опять вернуться к педагогам. Кроме Маргариты Низамовой еще. Есть какие-нибудь люди, которые вот из ближайшего окружения могут подать пример? Мама. У меня мама... У нее был бы отличный голос, если бы в детстве она его... Ну, не запросила бы. То есть она занималась в детстве в хоре, пела. И сейчас, на данный момент, она является человеком, который со стороны... Она все видит, и она очень хорошо разбирается в нотах. Она понимает, где я неправильно спела. Она слушает людей и говорит, а, длинно, ты же не хуже поешь. И помогает мне. Помогает песни выбирать, опять же. Ритвахитана для меня... Она вторая мама. А моя первая мама, она всегда помогает мне с выбором песен. И, опять же, поддержкой. Вот. И как педагог она мне тоже... Если, например, Ритвахитана заболела, не дай бог, вот, то мама, она вместо нее, можно сказать, урок у меня проводит. Вот. Да, мама и все. Больше никого. Я сама себе педагог, на самом деле, тоже. Большей части. Я слушаю песню и всегда добавляю свое. Всегда сама учу ее. Рита Вахитана только помогает корректировать и выбирать мне другие песни. Добавлять что-то новое. Вот. А так, в основном, тоже я. Ну, я думаю, на этой ноте можно закончить. Аделина, спасибо большое, что пришли к нам, уделили нам время. Это была «Городская среда». С вами был Тимур Туманов. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова